Село в порядке, страна в достатке. Под таким девизом с 1 июля по всей стране проходит сельскохозяйственная перепись. Традиция сбора сведений, важных для практики государственного управления, идет с давних времен. Раньше эти данные были нужны для обложения населения податями и повинностями. Сегодня основная цель сельскохозяйственной переписи – оценить реальное положение дел в сельском хозяйстве страны. Здравствуйте. Меня зовут Хаймина Татьяна Яковлевна. Всероссийская сельскохозяйственная перепись. Вы слышали, наверное, что с 1 июля по 15 августа проходит перепись. С разрешения доброжелательных хозяев переписчик Татьяна Хаймина заходит в дом. Показать все свои владения по состоянию здоровья хозяева не могут. Но дома за чашечкой чая с удовольствием отвечают на все вопросы. А их, сказать прямо, немало. – Светы выращиваете? – Есть. – Так, сколько у вас цветов? У вас эти маленькие клумбочки, да? – Угу. – Сколько клумбочек у вас? – Клумбочек. – Клумбочки-то какие? Как это, не метр, но метр, чуть поменьше, да? – Нет, маленькие. – Маленькие. – Ну, сколько клумб-то примерно? – Ну, три. Хаймина – единственная в деревне семья, которая держит гусей. Как признаются сами хозяева, исключительно для удовольствия. На небольшом приусадебном участке выращивают картофель, свеклу, морковь, в теплице огурцы и тыкву. Все наименования выращиваемых культур перепищи фиксируют в бланке. По сравнению с переписью 2006 года, в опрос них включены новые строки. Например, применение современных методов ведения хозяйства, способы борьбы с вредителями и болезнями растений, капельное орошение, систему удаления навоза в животноводческих хозяйствах и другое. Чем занимается семья? Какие она делает посадки? В основном люди же сажают у нас на севере картофель, какую-то зелень, у кого-то есть теплицы. В общем, что они выращивают, потом какие у них постройки вокруг этого дома, и чтобы земля была как бы у них в основном была, чтобы занятая. Всего Татьяне Хаймина необходимо обойти три населенных пункта Тельвисочного сельского совета. 29 хозяйств в Макарова, 74 в Тельвиске и 5 в Устье. По словам переписчика со стажем, в переписных домохозяйствах практически нет необработанной земли. Каждая семья старается держать свой огород. Картошку, лук, редиску, огурцы, ну и прочее. У вас в теплице парники? Парниках, да. А тут все сажают? Все, все почистят. Почистят, кому не лень, все сажают. А вот с животными ситуация выглядит иначе. Всего три хозяйства Тельвисочного сельсовета могут похвастаться наличием скота. Какова картина по региону, покажут результаты переписи. Информация со всех 15 переписных участков, которые открыты на территории Нинецкого округа, поступит во Всероссийскую базу данных. Актуальные цифры аграрного сектора позволят составить максимально верный прогноз развития сельскохозяйственной отрасли и скорректировать программы финансовой помощи производителям. Первые итоги масштабной переписи будут известны в конце 2017 года.